И снова я, друзья мои, бегу на море. Воскресенье. У меня, знаете, как видео выходят не в тот же прямо день, через 2-3 дня. А сейчас, тем более, простите меня, мои хорошие, очень прошу вас прощения. У меня просто сейчас очень такое запарка. Я очень много встречаюсь с людьми, выхожу, и мне уже действительно не до видео. Поэтому не обижайтесь. Сейчас вот пойду на море, скупаюсь и расслаблюсь. Гигос. Это действительно гигоэс. Это действительно попугайчик, который, как правильно сказали, принесет удачу. Вот так вот, кто переодевается. Люблю следить, да? Кто переодевается? А, вы видите, тут шалаш тоже. Ах ты! Кто-то и здесь отдыхает. Все с моря, скупались и сюда все. Вы видите, как они без 15,9. Они уже убегают, потому что они 7 часов 36 градусов. Прекрасная погода. А море какое-то! Вот моя любимая набережда, вот любимый мой Мерсин. А, наверное, на следующей неделе мы уже поедем в деревню. Время летит, друзья мои, не успеваю. Все, пошла я купаться. 10 часов, пора Светлана идти домой. Накупалась, назагоралась. Только что разговаривала с дочкой. И опять говорит, мама говорит, неизвестно, когда откроют эту границу. Кто говорит в сентябре, кто говорит в октябре, кто говорит в январе. Ну, если ты, говорит, приедешь две недели, говорит, карантин должна пройти. Ну, скажите мне, как я смогу сидеть две недели в карантине? Ничего не делать, без действия. Я же это не выдержу, не так ли? Ехать такую даль, и еще сидеть, ждать две недели карантина. Я уже буду ждать, когда откроют. Хотя документы мне надо на гражданство в октябре подавать. Смотрите на этот сад, видите, он находится ниже уровня. Цветочки. Ой, пошла я домой, почти никого нету. В такую жару только Светлана, а та, ходит. Пойду посижу в этой прекрасной беседочке. Красивая. Красивая. Видите, такой домик и садик с розочками. Вы видели в предыдущем видео, как вот разрослось такое красивое растение. А сейчас я пришла, через два дня, и его подстригали. Совсем другой вид. Гигасик, иди, 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 летай. Летай, 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 иди к маме. Иди к маме, иди, мой хороший. Иди, иди. Ура, гигасик летает. В общем, друзья мои Оставлю его здесь Пойду сама обед готовить В эту комнату я его пускаю Потому что везде окна у нас открыты Боюсь я там, что он вылетит Закроешь, будет жарко Вентилятор включить невозможно просто Понимаете? И поэтому он здесь Гигос Смотри, какой у меня холёсенький Никак мой Гигосик не реагирует Тут занавеску на кухне сняла Там, знаете, что Нежелательно занавесочку вешать И вот так вот Всё Оставлю моего Красавчика Пойду Деваны Сидит кушать мой Ашкинчик Ашкинчик Ашкин, доброе утро Скажи, доброе утро Скажи всем людям Доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро Таби, доби, говорит Таби, таби Всё Приятного аппетита Апьетусу Ашкин хочет его побрыгать Друзья мои хорошие Нахожусь на балконе Вы видели Бедного Гигосика Но вы не бойтесь С ним ничего плохого Не получилось Я зато его Взяла в ручки Столько поиграла с ним Помыла его Он такой был Как покрая курица Зато сейчас не будет чесаться Ашкин немножко переборщил С этим Спреем Но ничего Мы его на воздух вывели Всё Тут я ему поменяла Всё Сейчас сидит возле меня В моей комнате В моём кабинете И чирикает Так, мои хорошие Сейчас я приступлю К приготовлению ужина Так как сегодня воскресенье Решила повозиться Рецепт я Мне подсказала Мой бизнес-партнёр Моя знакомая Из Мерсина Настя Мы с ней, кстати Познакомились То С первого дня Моего приезда Мерсин Я вам расскажу Эту историю Очень интересную Но как-нибудь В другом видео Она мне посоветовала Приготовить Вот этот рецепт Плов называется И Спасибо ей Очень мне понравилась Идея Посмотрим Как у меня получится Сейчас переходим На кухню Начинаем Что для плова Вам понадобится Две такие Средние картошки Баклажаны Морковка Лук И мясо Вот Я отварила столько Здесь, наверное, 300-400 грамм Но вы сами знаете На один раз Нам достаточно С мужем А также понадобится Вот три дольки чеснока Нарезала Всё такими кусочками Картошку Жарю В таком огромном Количестве Масла Ашкин пришёл С базара Пошёл Кока-колу Ашкин Банадёр Не еси с Кока-колой Чёртсо С буфай до беды А мы Иногда мы пьём Каждый день не пьём Рис купил Сейчас я как раз Для плова Булгур 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 Кофтелик И китайский пилинч Один Он покупает Всегда всё много О да Битерди Спасибо Спасибо Дешёк Куредери Кофель И сложила Его на Бумажную Салфетку В следующем Я в масле Жарю Баклажаны Затем Я беру Вот такой Вот стакан Риса И заливаю Его кипятком Потому что Это уже проверенный Метод Я решила Переложить Это более В большую Ёмкость Потому что Та была Тарелка Маленькая Всё И закрываю Её крышкой Баклажаны Я пережарила Сейчас Положила Жарить Морковку Морковку Пережарила Ну знаете что Можете Морковку Побольше Добавить Просто мне сказали Вот так Это уже В зависимости От того Как вы любите И вот Я обжариваю Сейчас Лук Чесночком Лук Обжарился И добавляю Кусочки Мяса Ну а этим Временем Я Хорошо Промою Лис Посмотрите Как красиво Всё Пожарилось И чтобы Наше мяско Было Ароматным Мы добавим Сюда Красный Перец Чёрный И Тмин Чуть Чуть Будет И погорче Всё И выключаю Я уже Всё Пережарила Сейчас Будем Всё Укладывать Почему Я взяла Такую Кастрюлю Потому Что Я буду Всё Укладывать Слоями И Он У меня Получится Как Торт Поэтому Мне идея Это Очень Понравилась Ну На нижний Слой Морковку Ну Морковку Мне кажется Можно Побольше Было Изменяйте На Свой Вкус Вот Морковку С Мяском Красивый Уже Вид Так Теперь Переходим К Баклажанам Также Я же Делаю Маленькую Порцию На двоих Да Поэтому На один раз И Последний Этаж Картошечка Ну Я Естественно Во время Жарки Всё Посолила Вот Так Всё Распределяю Настя Мне научила На два Стакана Риса Но На два Стакана Нам Будет Много И Промытый Рис Сверху Рассмотрите Так Равномерно И Вот Так Распределяю Рис Я Вот Приготовила Там Чайную Ложку Соли Значит Сейчас Я Размешаю В Двух Стаканах Воды Заранее Вылю Осторожно Накрою Крышкой И На газ Я Забыла Две Дольки Чеснока Я Просто Лоткну И Все Вот Прям Целиком Закрою Крышечкой И поставлю На Маленький Огонь Пока Плов Варится Я Приготовила Такой Салатик Ну а Я Пока Посижу И поговорю С вами Так Нервничу Сейчас Внучку Мою Младшую Забрали Больницу Капельницу Ставит Температура 38,5 А Двое Старших Родственники Забрали Ланчхуты А это С мамой Было Видно Они на море Были Не знаю Что такое Но Вот Капельницу Ставили Бедненькая Лежала Там У меня Не знаю Моя девочка Сладенькая Дочь Они звонят Пишу Я ей Как и что Она говорит Может До завтра Останемся Что это Такое Вообще Ну Дети В принципе Это Удивляться Нечему Дети Всегда Болеют Без этого Не растут Дети Без болезни Видите Как ветерок Поддувает Все Накрыла Плов Выключила Все Уже Пускай 10-15 Минут Доходит Мой Любимчик Поставил Его На этот Сторон Мы Сейчас Будем Кушать Да Мы Будем Кушать Вы Знаете Когда Я Сегодня Ловила После Того Какашкой Его Спреем Побрызгал Он Был Такой Несопротивляемый Но Кусючий Покусал Мне Руки Вот Здесь Ой Кто Это Собачка Покусал Мне Ручки Был Такой Мокрый Я его же Сразу Под Краном Почти Ванночку Помыла А сейчас Он Пришел В себя Мой Сладкий Так Плохо Ему Было Он Был Под Кайфом Ну Вроде Пришел В себя Посмотрим Морковку Он Любит А Персик Не Любит Я Смотрю Вот Так И Это Вот Куш Ты Пришел В себя Пришел Все Будем Сейчас Садиться Кушать Сейчас Друзья Посмотрим Что у Меня Получилось Надо Накрыть Крышкой Раз Два Три Все Делаю При Вас Друзья Мои Вот Так Вышел Нас Ложки Гастер Ванночку Супер Бакаджас Нас Супер Сейчас Пойдем Кушать Сашкин Вот Такая Вот Красота У нас Получилась У меня Попробуем На вкус И Поделимся С вами Нашим Мнением Какой Вкусный Получился Плов Девочки Мальчики Советую Его Вам Приготовить Половину Поели Он Такой Сытный Шкин Сказал Что Завтра Его Доест Я Завтра Целый День Ухожу На Деловые Встречи И Он Сказал Доест Представляете Значит Ему Так Понравилось Ой Ветерок Уф Льер По Турецки Дует Наелись Это Вкусно Очень Вкусно Моя Хорошая Только Новость Получила Еще Моя Внучечка Остается В больнице Потому Что Капельницу Сделали Она Опять Вырвала Ой Боже Мои Мои Сладенькие Внуки И Сказали Что Она Слабенькая Надо До утра Ей Побыть Там Еще Под Контролем И Внуки 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 Взем Больницы У него Тоже Температура 38,7 И Наверное Там С бабушкой Другой Ну С кем То Там Останется В больнице Его сейчас нереально везти в Батуми Там 2 часа в дороге У ребенка температура поднялась А у Ермочки тоже сейчас 38,5 Так что оставили детей под контролем Ой, переживаю, но что делать? Боже, дай им Бог в помощь моим деткам Ну что, буду заканчивать? Чуть-чуть попозже Выпьем чаю к Сашке Ну я чай не люблю сейчас, такую жару Может один стаканчик и все Соседи тоже сидят на балконе Смотрю У нас 2 квартиры, вот я вижу, продаются Ладно, ушла я чай готовить Если вам понравилось видео Ставьте лайки, пишите комментарии Подписывайтесь на мой канал Со мной вам будет очень интересно Пока-пока